Здравствуйте! Хоть тут ничего практически не видно, кроме нескольких источников света, но все-таки я решил записать видео, пока иду до дома, и выбрать тему образования, то есть платное, бесплатное, вообще нужно ли образование и так далее, зачем и почему. Итак, давайте начнем с того, ну, давать определение образования достаточно трудно, но можно все попробовать, симпровизировать что-нибудь. Образование есть. Постепенное становление человека в более лучшей версии себя, скажем так. Ну, или наоборот, путь от животного к интеллектуальному, то есть к становлению именно человеком разумным, от таких животных-разумов. Даже если мы возьмем, например, какие-нибудь племена, то там тоже есть свое образование, а именно там учат соблюдать там какие-то разные традиции, ритуалы, там учат как-никак языку, что для человека играет одну из первостепенных ролей. И теперь хотелось бы поднять вопрос, нужно ли образование в 21 веке. Сразу отвечу, что я считаю, что нужно, конечно, так как технологический-технический прогресс идет постоянно вперед. То есть человечество в целом, как общая масса, мы все-таки развиваемся. Следовательно, желательно идти много со временем, но не обязательно. То есть достаточно представлять для себя какого-нибудь интересного человека, чтобы, не знаю, будучи малограмотным, все равно пользоваться, с образом быть на высоте. Вот. Да, Лев, что там? По образованию-то можно сказать. Оно, конечно же, нужно, особенно для молодых, желательно, ну, как вот школьный возраст, например, лет 5, 6, 7, вот, идти в школы. Но хороший вопрос, нужно ли идти в школу детям, так как там энергия, которой у ребенка просто полно, и она льет через край, она подавляется учителями, подавляется самой обстановкой, то есть, когда ребенку хочется бегать, прыгать там, исследовать мир, скажем так, то его сажают за парту и говорят, учись. Это достаточно негативно, я полагаю, проявляется вообще на человеке в целом. И что же можно предложить в роли альтернативы? Вот, источники света разного. Можно предложить в качестве альтернативы, заниматься практически. То есть, поначалу, например, уделить большее внимание естествознанию, прогуливаясь с детьми, с группами детей, исследовать мир, окружающую природу, физику, ту же самую можно тоже, конечно, прям, не то, что с пеленок, а с раннего детства, какая разница, когда они начнут, там, в принципе, все достаточно понятно. Ну, главное, чтобы математику они освоили. А так-то, да, вот, естествознание, и с этим естествознанием можно сочетать как раз математику, ту же самую, там, взять столько-то яблок, три яблока, и на наглядных примерах, там, поздавать их детям, делать половинки, делать четвертинки даже, четверть, там, и так далее. Это достаточно здорово выглядит в моей голове, по крайней мере. А затем, как же быть с русским языком? Ну, здесь, да, здесь его, наверное, многие дети тогда, наверное, возненавидят даже, потому что тут нужно именно учить, учить, учить. Ну, наверняка, можно сделать какую-нибудь игровую форму, и для этого. Вот. Это уже задача методистов, скажем так, переложим столь большую ответственность на их плечи. Далее. Зачем образование нужно? Зачем, чтобы вот идти много со временем. Так же, образованный человек более востребован. Ну, да, это тоже вот много со временем как раз-таки об этом говорит. Но, все тут помните, что образованный в качестве, в точнее, в смысле действительно получивший образование, то есть, действительно стремящийся к учебе, действительно понимающий, зачем, кого он шел, для чего это ему нужно и так далее. Если мы потому что возьмем, например, человека, который ну, отучился, получил диплом и все, и все будет. то это, конечно же, вообще ни о чем. Можно так чисто для галочки, почему-то, может, ему и не научил жизнь, но этого будет мало по сравнению с тем, когда человек осознанно идет на эту тропу. скажем так, поэтому лично мое мнение состоит в том, что после, ну, до нынешнего 11 класса, когда школьники сдают ЕГЭ, все, сдал ЕГЭ, гуляй. то есть, вместо того, чтобы поступать в университет, школьник сдает экзамен и идет на работу, либо просто отдыхает, скажем так, хотя бы год. Думаю, года может ему хватить, чтобы понять для себя, нужно ли ему учиться или его устраивает вот эта жизнь как есть. Затем он уже идет после там работы, например, учиться все на то направление, которое он сам выберет. Как у меня отличная идея, вот лично я сам прошел этот путь и я вот учился получается в школе и экстернате там плохо учился, потому что туда здесь, так сказать, меня сомневалась мать. Вот, там плохо проучился, потому что мало было желаний. Затем плохо сдал ЕГЭ, поступил в колледж после 11 класса, в колледж поступил на гостиничный бизнес, где тоже хреново учился, потому что у меня отсутствовал интерес. Вот. Ну, плюс еще такие годы 16 лет я тусовался в основном, гулял с друзьями и прочее. Но затем я пошел работать и во время работы я понял то, что нужно получать лучшее образование, мне, дескать, лично это нужно. И снова сдавал ЕГЭ, причем я даже сдавал его два раза, помню. Первый раз сдал, когда я отправил документы на бюджет в одно место, только в один университет, где у меня причем результаты были так себе. Ну, скажем так, с натяжкой. Не то, что не в бюджет, а просто с натяжкой, а вот если на платную, то нормально сойдет. И, в общем, я там сдавал документы, туда конечно, потом я что-то передумал, потому что я понял, что у меня на бюджет в францах вообще никаких. Я забрал документы и никуда не поступал. Целый год. Снова работал, снова сдавал ЕГЭ потом. Правда, я подавал на английский, историю, русский. Вот. Ну, в первый год я сдал все нормально. То есть, все три экзамена я пришел, все сдал. На второй же год я только на английский пришел, русский проспал, что-то на историю забил. Вот. И поступил потом платно учиться в университет. И теперь мы подбираемся к новой теме образования. Платное или бесплатное? Вот. Эта тема достаточно интересна, потому что здесь уже люди делятся на два лагеря. Я извиняюсь за то, что вы слышите вот эти сборсуны и плевки. Но что поделать, когда сопли уже идут у тебя во рту. А ты ходишь и ходишь. И шмыгать носом тоже мало приятно. Вот. Образование платное или бесплатное? Если человек не погадает и пусть платит. Вот. Но если человек да, оценивать по уму. Вот. В России то, что сейчас есть бюджетные места, это отлично на самом деле. Тема, скажем так, то, что кто проходит по интеллекту, того соответственно берут на бесплатное мерку. Кто по интеллекту здесь не дотягивает, в плане экзаменов не затянул, тот платит денежку. Вот. в России система это нормально воспринимается лично. Правда, бюджетные места, конечно, желательно увеличить, но это знаете, если вы дугабы, чтобы там хотя бы допустим три платных одно бесплатное. Может, где-то так и есть как раз. Вот. Далее, и, конечно же, нужно обязательно предоставлять шанс платникам поступить на бюджет, потому что в школах вот эти экзамены ЕГЭ, они оценивают вообще совершенно другие знания, нежели те, которые действительно будут в университетах преподаваться, в больших учебных заведениях. Так что по большому счету, вот, можно сделать даже так. выстроить внутренний экзамен в самом университете. Вместо этого иготажа. То есть, ну, там, по выпуску, конечно, школы тоже общего устраивается какой-то экзамен, его дети сдают, затем кто-то справится на работу, ну, туда просто кайфуют целый год, у кого там позволяет положение. а затем, когда кто-то хочет поступить в университет, так же все достаточно равно за экзамен. И кто как напишет, уже чисто там, на какую-нибудь специфику входа. Допустим, даже история, если взять, если на исторический выступать, все будет добрее, знать историю хорошо, разбираться в ней. И там, ну, какие-то общие дисциплины, можно взять более поверхностные, скажем, нежели тоже требуется эгэр. И тогда будет отбор прям как раз таки людей, тех, кто действительно скажем так, готов и интеллектуально развит для бюджетного места. Вот. Дальше так, мы поговорили об образовании, что это такое даже удалось не знаю, кривое, скорее всего, очень кривое определение, но все-таки дал. Поговорили, зачем оно нужно, нужно ли оно вообще, платно-бесплатно, я бы сказался. Вот. И хочется заметить, ну, просто уже так на полях, скажем так, что многие студенты это учатся заплатно, у них они вынуждены работать параллельно с учетом, да, мы, если это там очно-заочники или просто заочники, но ребята на очке еще учатся, они вынуждены зарабатывать деньги на обучение, на жилье, на ютубе и так далее. Здесь еще печальная сторона медали бюджетников, потому что они тоже иногда вынуждены просто работать, можно больше средств, чем проверны, потому что степенька маленькая в России идет, даже если мы будем 6 тысяч рублей, 6 тысяч рублей на месяц. студентов. Вообще человек 6 тысяч рублей на месяц. Что это? Это ЖКХ и чистые продукты, чтобы выжить. Я уже не говорю о том, что электро ездит, электричку хочет ездить с областей, и там добираться бывает 2 часа может, не больше, ну может, по полчаса может, не 2 часа, а 3 часа может. это даже бьет пушинок, скажем так. Ну и содержание помочь ремней и так далее. Тоже следует помнить об этом. Ну что, заметки на полях тоже сделаны, в принципе, можно подводить итог, а именно, что обо всем этом рассказал, об образовании, зачем, что, как и почему. Ну, может, как-нибудь потом до них доберусь, расскажу, что, считая, методику, там, преподавание, может быть, к ним вижу идеального преподавателя и так далее. Но пока что я скажу, что вижу идеального студента, идеального ученика, того, кто действительно стремится к знаниям. Больше не надо. Ну, смотри, смотри, к знаниям. И тогда энергия появляется сама собой. Вот. Ну что, был рад поезжать. Ищешь на город ищешь на город. В общем, да, это я показывал в сторону города. Жаль, что не видно. Ну, все тогда. Давай, все, вам доброго и хорошо высыпайтесь.